Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашвод и с вами Юрий Гимельфарб и Александр Глушин. Как известно, в последние дни американская газета Washington Post опубликовала опасения американских военных о том, что в случае вторжения России в Прибалтику войска НАТО не успеют на помощь. Вот у меня в связи с этим вопрос, Саш, ну начнем с того, насколько эти опасения обоснованы. Ну, анализируя, глубоко анализирую внешнюю политику России за последние годы, это аннексия Крыма, совершенно противоречащая нормам международного права, это гибридная так называемая война в Восточной Украине, да, или в Восточной Украине. Ждать можно чего угодно, особенно на тех территориях, которые являются, в принципе, могут быть России объявлены спорными. Например, Калининградская область является своего рода анклавом, да? Да, безусловно. И не имеет прямого сообщения с Россией. То есть, связь с Калининградской областью идет через Белоруссию, либо через Литву. Большей частью через Литву. Значит, если мы географическое положение рассмотрим, вот этого региона, то северная часть Белоруссии, северная часть Белоруссии, это район Полевских болот. Там практически нет автомобильных дорог, которые соединяются с Калининградской областью. То есть, попасть в Калининградскую область через Белоруссию можно только через центральную часть республики. Сообщение по железной дороге идет по линии Доугавпилс-Вильнюс. То есть, вот одно направление. И дальше уходит в Калининградскую область. В принципе, даже туристы и просто граждане Российской Федерации, которые едут в Калининградскую область, они едут через территорию Литвы, проходя различного рода пограничные контроли и так далее. Можно сделать такое ухищрение. Сказать, что в южных районах, вот где проходит эта железнодорожная ветка, а несколько... вернее, в северных районах, где проходит железнодорожная ветка, а несколько севернее есть еще и автомобильная дорога, там проживает большое количество русскоязычного населения. Точно таким же образом спровоцировать там... Беспоряд. Спровоцировано сейчас в Восточную Украину. Да, 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 да. Поднять там это так называемое народное восстание, поставить там опять пару уголовников, рулить этим процессом, как это было в Восточной Украине. Вот. И попытаться пробить коридор в Калининградскую область. Причем с двух направлений. По картам я посмотрел. Это с Псковского направления и со Смоленского направления. Можно делать это. Это можно делать с обоих направлений. То есть группировка, которая находится под Псковом, через станцию дно выдвигается в Доуган, в Пелс, и дальше на запад. Группировка, которая в Смоленской области будет, может быть, создана, сейчас пока она не очень большая там, выдвигается напрямую через восточную границу Литвы в направлении Калининградской области. Что характерно, группировка войск на границе с Белоруссией и Литвой в последнее время очень резко усилилась. Возрождена или восстановлена так называемая Первая гвардейская танковая армия. Ее не было. Существовало несколько отдельных дивизий, которые входили в Западный военный округ с центром в Москве. Сейчас в нее вошла одна танковая дивизия, Кантемировская, одна мотострелковая дивизия, Таманская, и несколько отдельных бригад. По численности, по боевому и численному составу, эта армия, в принципе, на армию не тянет. Это очень похоже на корпус. Большой корпус, скажем так. Но по количеству личного состава и боевой техники, она имеет порядка 600 танков. Не берем другую бронированную технику, такую как БМП, например. Их там еще больше. Там за тысячу уходят эти цифры. Тем более, эти дивизии являются наиболее продвинутыми и уже перешли на БМП-3. А это практически танк. Это БМП, вооруженная 100-мм пушкой. Вот. Плюс может перевозить чуличный состав. Для развертывания этой армии и удара вот на этом направлении, на территории России все возможности есть. Потому что плотность застройки и плотность населения в этих регионах не такая высокая, как, например, в Польше. В Польше плотность гораздо больше. Плюс Польша длительное время входила в коммунистический блок. Все географические моменты командования российскому известны, чтобы воспреклить выдвижение через Польшу сил НАТО, которые должны оказать помощь странам Балтии, скажем так, в противостоянии будущему вероятному нападению. Вот. Дороги, которые в советское время строились в Польше, не удовлетворяют условиям развертывания войск. Плюс высокая плотность. Это должно быть тогда в случае развертывания крупных сил НАТО выдвижение, ну, как говорится, по принципу Второй мировой войны, да, когда огромные танковые лавины, развернувшись, шли, снося все на своем пути, включая населенные пункты. То есть этого себе Европа допустить не может. Хотя группировка войск НАТО в Польше, польская армия составляет порядка 100 тысяч человек на сегодняшний день. Группировка войск ФРГ составляет порядка 300 тысяч человек, 25 бригад только в сухопутных войсках. Она является наиболее сильной, наиболее мощной, эта группировка. Плюс порядка 30-32 тысяч американцев, которые там находятся. Это одна бригада танковая, один бронекавалерийский полк и части обеспечения. То есть порядка 30 тысяч где-то. Но тогда у меня вопрос. Ну, хорошо, первый удар, допустим, не дай бог, конечно, ну, будет, допустим, нанесен. А что дальше? То есть, ну, пробили они коридор, предположим. А что потом? Потом вялотекущий длительный конфликт, который может в конечном итоге привести и к ядерной войне. Если такое вдруг произойдет. Я взял только один пример, один случай. Так называемый коридор в Калининградскую область. Как себя поведет наше руководство? Какую они придумывают еще комбинацию? Мы предсказать не можем. Кто когда думал про этот Донбасс? Так же никто, в общем-то. Что-то оператор хочет сказать. Сань, тогда такой вот вопрос. Готов решиться ли Путин на такой шаг? Трудно сказать, самая главная особенность внешнеполитической деятельности Путина, да, в принципе, и внутреполитической, это полная непредсказуемость. Заметил? Я заметил, но заметил еще и другое, что основа это деньги. Они зарабатывают деньги, но в этой ситуации у Запада-то огромные возможности для вообще просто замораживания всех российских счетов за рубежом. Кто когда об этом думал? Мы идем семимильными шагами к полной самоизоляции. Все вот начинается с этих санкций, все начинается с того, что мы велики. А на самом деле 1,7% мирового ВВП не может соперничать с 50% мирового ВВП, да? Если мы берем Европу и Америку. Но, к сожалению, вот этому анализу, они за последние годы, европейцы и американцы, ужасно расслабились. Они вывели практически все войска из Европы, я имею в виду американские вооруженные силы, очень сильно сократили количество оперативно-тактических ракет. То есть просто они живут по принципу, что человеческая жизнь и человеческое благополучие это основа, это главная цель, да? Ну, у российского руководства немножко другой менталитет. Мы можем повоевать в любое время. Тогда у меня последний вопрос. А вот я опять же возвращаюсь к больной на не теме. это повышение пенсионного возраста, которое не одобряет, как мы знаем, абсолютное большинство населения. Вот возможно ли вот то, о чем ты сейчас говоришь, как отвлекающий маневр от того, чтобы все забыли про пенсии? Вполне, вполне. Нет, точно так же, как массы отвлекающих маневров от бедствий народа был Крым, как был Донбасс, как была Олимпиада, как сейчас является Мундиаль, да? То есть сильно отвлекающий фактор. Да. То есть он может быть любой, мирный, военный, но мы должны постоянно, как писал Салтыков-Щедрин, Российская держать народ в состоянии постоянного изумления. Постоянного изумления, да, чтобы люди просто гордились этой внешней политикой, гордились там спортом, еще чем-то, но совершенно не думали о своем кармане, о своей работе, о своем будущем, о детях, о внуках. Ну, что я могу сказать? Мы будем надеяться на то, что изумление ограничится мирными средствами. Однако, напоминаю, выводы делать только вам. До встречи. До встречи.